Так. Глычка. Первая буква Г. Глычка. Это вот такой вот инструмент для вязки рыбацких сеток. Сейчас можно на станках сетки вязать, а раньше вязали вручную. Раньше, когда при Советском Союзе, тоже ловили рыбу, браконьерничали. И вот, допустим, на осетров, чтобы связать сетку, использовали вот такие вот приспособления. Называется Глычка. Сюда наматывался нитка. И потом можно было пропускать эту нитку и вязать узлы получалась сетка. Вот это корд. Как правильно использовался, как правило, использовался для вязания сеток. Это нитка кордовая от отхода шинного производства. Там шины укреплялись кордом. Вот такой вот ниткой можно было вязать. Очень прочная. Вот так вот наматывалось. Раз, два, раз, два. Пропускался через этот язычок. Все. Когда... Эти глычек было несколько. Когда их наматывали полностью, отдавали вязчику провол в сетке. И он с их помощью... Тут принцип был том, что это, конечно, не та сетка, но похожая. Здесь очко сетки, различаясь по очам. Тут, наверное, где-то сантиметров пять. Очи. Ну, такая вот сетка. И смысл в том, что можно было пропускать. Через этих узел завязал, пошел дальше, дальше. Да, ну, так вот вязали сетки часами, семьями вязали. Корт поступал вот в таких вот бобинах. Бобины были больше. Потом их перематывали на вот такие вот катушки. И использовали для глык. Глычек было несколько. Глычки были разные. Кто как из этого, это на небольшое. Это вот где-то на такую сетку. Если сетка, допустим, там 16 сантиметров, на 18-20 было в 80-е годы, когда рыбы было много красной. Вот так вот. И пошел, 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 пошел. Сматывал. Такое было кустарное производство. Сматывал. 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 Сматывал.